Здравствуйте, можно ли у тебя не давление? Да, можно. Сюда постоянно приходят за помощью. Согласно данным врачей, лишь каждый пятый старшеклассник полностью здоров. И это при том, что во всех учебных заведениях борются за здоровый образ жизни, проводят сотни различных акций, но результат пока не изменен. Существует даже рейтинг заболеваний, которые получают за партой. Сегодня на первом месте по заболеваниям, по хронической патологии у школьников. Это поражение опорно-двигательного аппарата, дальше поражение глаз, поражение желудочно-кишечного тракта. Как учить так, чтобы не калечить, решают сегодня на специальном совещании. Пока даже медицинские кабинеты есть не во всех школах. А там, где они имеются, возможно, скоро будут закрыты. Дело в том, что каждый из них должен получить лицензию. То есть необходимо соответствовать ряду требований. Однако сделать это непросто. Пренебрегать наличием медицинских кабинетов и медицинского работника в образовательном учреждении ни в коем случае нельзя. Вот это должен быть главный тренд наш. Мы должны это понимать и следовать исключительно этому. Отказываться от медкабинетов мы не будем. Чиновники посчитали, на оснащение одного кабинета необходимо в среднем 80 тысяч рублей. В этом году на эти цели планируют потратить 27 миллионов. Однако препараты и приборы – это только вершина айсберга. Лицензируемый медкабинет должен иметь дополнительные помещения. Это процедурные, он должен быть канализирован, подведена вода. Раньше таких требований не было даже в типовых школах. Не хватает и самих врачей. Работать в школы идут только единицы. Дело в том, что все реформы, которые касались повышения заработной платы медиков, прошли мимо тех, кто трудится в учебных заведениях. Но чиновники признаются – за здоровье учеников должны бороться не только врачи. Чтобы сократить количество болезней, которые получают за партами, необходимо многое изменить и в самих школах. Мы решая вопросы оздоровления детей, нужно в первую очередь посмотреть, а в каком он классе, в какой он школе учится, в каком санитарно-техническом состоянии находится школа, насколько оборудование для работы подходит для школьников, освещенность какая в школьных кабинетах, как правильно питается ребенок. И только путем развития этих направлений мы сможем оздоровить детей и к моменту окончания школы, чтобы все-таки ребенок был здоров. Пока же большинство педагогов занимаются только пропагандой здорового образа жизни. На капитальный ремонт, новые парты и лампы денег нет. Поэтому мечты об умном и здоровом поколении, как всегда, разбиваются о нехватку средств в бюджете.